Друзья, всем привет! По последнему моему видео хочу дать пару комментариев. Было очень много вопросов по поводу утекающего с места происшествия сотрудника полиции в городе Мелитополь. После выхода видео стали известны некоторые подробности, о которых я хочу с вами поделиться и рассказать. Как оказалось, данный сотрудник полиции стоит регулярно на этом месте, у них там кормушка своего рода. Все это дело прикрывается тем, что в связи с температурным режимом они якобы не пускают фуры в город, чтобы они не ломали дорожное покрытие, ставят их на стоянку на близлежащей заправке. Это заправка ВОК. Но, конечно же, что по старой памяти, вместо того, чтобы заниматься непосредственно подобными благими деяниями, они останавливают водителя и разводят их. В данном случае была остановлена девушка на киевских номерах. Все видели, как все происходило. После выхода этого видео девушка связалась в социальной сети со мной и я с ней пообщался более детально и подробно, как все происходило. Оказалось, что данный сотрудник остановил девушку, когда она выезжала с заправочной станции и по классике Жанна начал ее разводить. Каким образом разводить? То есть он остановил ее, взял документы, сказал, что она нарушила, что она пересекла сплошную линию, которой по факту там на самом деле нет. Девушка была очень адекватная. Она сказала ему, что проблем нет, она готова заплатить штраф, если он ей покажет видеофиксацию произошедшего. На что инспектор начал юлить. Ну, в общем, понятно, что никакого видеофиксации там нет. Он пытался брать нахрапом, проверил документы. Оказалось, что девушка местная, она не киевская. Машина просто на киевской регистрации. Как бы произошел небольшой облом. И в процессе разговора он выяснил, что девушка работает как раз на заправке на этой и предложил ей, вместо того, чтобы он выписывал протокол, заправить его бесплатно. Это просто нонсенс. То есть он начал говорить о том, что ну так что, давай я подъеду сейчас тогда, ты заправишь меня бесплатно, вместо штрафа. Зачем тебе этот штраф? А она как бы говорит, слушайте, ну я готова понести наказание, давайте выписывайте штраф, если у вас есть постановление, то есть выписывайте постановление, если у вас есть факт моего нарушения. В общем, в процессе этого разговора как раз и подъехал я. То есть я не знал о том, что происходило, какой диалог происходил до этого, но в принципе мне объяснять не надо было, потому что в принципе я эту схему знаю уже испокон веков, так же как вы ее, вы неоднократно видели, как это происходит на моих видео, на любых других видео. В общем, я не знаю, что стреляло в голове у этого инспектора, что он так сорвался, то есть может быть повлиял вот как раз этот разговор перед этим, может еще что-то. Но то, что он что-то прятал, это факт, потому что когда мы за ним ехали, в одной руке у него был телефон, он его просто не выпускал, он звонил руководству своему или еще кому-то, кричал о том, что его преследуют, что я его преследую. Ну, в общем, они пытались ему всячески, наверное, помочь, что-то посоветовать, но факт остается фактом. Был оборотень один, который стоит на объезде одинокий, абсолютно без напарника. Напарник, он сказал, что куда-то отошел в туалет или еще куда-то. Я не знаю, как он бросил напарника в туалете там с диареей и сорвался с места происшествия, но, в общем, вы все видели сами. Я намеренно не показал вам некоторые кадры, которые происходили в процессе преследования, вы их еще увидите. Но я хочу дождаться сейчас ответа от полиции города Мелитополя, я передаю ей привет, я жду от вас ответа. Что же вы придумаете, куда же текал ваш напарник? Обязательно покажу еще один кадр потом с другой камеры, чтобы вы увидели, что он сделал, когда он отъезжал от обочины, когда он начал убегать. В общем, мы дождемся ответа, я вам еще раз это покажу, мы еще к этому вопросу вернемся. Значит, сейчас я хочу вам показать, в конце этого моего монолога, хочу вам показать очень интересное видео, которое мне прислали с города Кировограда, точнее, с Кировоградской области, это теперь Кропивницкий. Человек ехал от Кропивницкого по направлению Кумани и его вечером где-то около 8 часов остановила местная Кропивницкая полиция, которая работает в области, областная. Значит, то, что я увидел, я давно такого не видел на самом деле, это просто классика старого ГАИ, классика, это по факту и есть старое ГАИ, это старые ГАИшники, переодетые в новую форму, которые получают сейчас новые тачки. То есть, вот эти все аутлендеры, которые вы видели, которые презентовали в новой полиции, они сейчас все переходят в областя. То есть, в городах вы их не увидите, вы их увидите в селах, где-нибудь на трассах, то есть, они катаются именно там. Так вот, этим уродам, которых вы сейчас увидите, в скором времени они получат новые аутлендеры, будут на нормальных классных машинах продолжать разводить и кошмарить людей. Почему я говорю кошмарить? Потому что то, что вы сейчас увидите на видео, это классика того, что было до реформы, что было 3-4 года назад, то есть, это просто нонсенс. По данному факту я также хочу проследить историю, что ответит этому молодому человеку, который сейчас вы увидите на видео, что ответит ему Кропивницкая полиция и как они будут перекрывать свою задницу. В общем, смотрите, комментируйте, друзья, подписывайтесь на канал. До новых встреч, вас ждет еще очень много интересных материалов. Пока. Смешно, да? Это вообще капец. Будешь смотреть на себя в интернете, в дорожнем контроле, в себе, увидишь. Ну, tranche. У меня с машины, говорю. Не, 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 что это такое? А что это такое? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Весь частом. Монтируйте... Скай, не, себе. Скакай, uses diri. Скакай, запахи. Скакай, сборы... Скакай, спакай. Говорит, smartche, скорб Qibil iti, deceased�. Посмотри, подожди подожди, подожди. Скакай, успакай. Скакай, успакай нуar. Скакай, спортивный. Скакай открытый рэкумент. Я вам запорачиваю. Снимайте на то все, не ругайтесь. Документы ваши, прошу. Не. Представьтесь, будь ласка. Я вам запорачиваю. Еще раз. Вы меня чуете или нет? Я вам запорачиваю и себе снимать. Снимайте розгляд справ. На 102, вызывай 102. 102 вызывайте. 102. Я говорю, я вам запорачиваю и себе себе. Вы меня чуете? Не трогайте крану. Ведите от меня. Ведите, будь ласка. Ведите, будь ласка. Объясняй, документы есть или нет? Есть. Никто не в нем ничего. Все запахи все в порядке. Документы сборки. Не, 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 не. Ребята. 102, я продавляю. Идите сюда. 102 вызывайте. Сейчас я вызыву. Не, не, я сюда не буду идти. Есть прибор драйер. Подождите. Я вам говорю, я вам запороняю себя снимать. Я запороняю вас. У вас такого права нема. У вас такого права нема. Я маю право. Снимайте розгляд справи, а не меня лично. Я маю право снимать. Я вас попрощаю. Я маю право вас снимать. У вас такого права нема. Документы. Номер значка. Номер значка. Быстро. Я предупреждал чи не. Я предупреждал чи не. Руки убрали. Руки убрали. Руки убрали. Смотрите, давайте объясню. Еще раз. Еще раз. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Все, брат. Продулись. Я ж пояснил. Появляем нетверезих водичей. Предъявляю не в порядку. Не, ми будем чекать поліцію зараз. Будем чекать. Зараз будем чекать. Не, не будем. Не, я тверезий. Я тверезий. Убери, потому что сейчас будут у тебя проблемы, честно говорю. Я предупреждал. Никто не давал вам право снимать. Я маю право. У вас таких прав нема. Это наивиска Кировородского ума. Конечно.